Отказались от асфальта. Беспрецедентный случай отказа от блага цивилизации произошел в частном секторе на улице Петрозаводской в Майкудуке. Жители уверены, что из-за нового покрытия власти поставят окончательную точку в вопросе проведения других коммунальных благ. Ирина Войбещевич подробнее. Две недели назад нам начали ложить асфальт, но мы отказались от него. Жители просто вышли к подрядчику и не дали ему работать. И это несмотря на то, что улица Петрозаводская испокон веков не видела асфальта, и он им необходим. На этот шаг их сподвигло то, что люди тут уже живут, сменяя поколение, и все ждут центральное водоснабжение и канализацию. Вот септик. Каждый год он наполняется. Все это выходит сюда наружу. Воды нет у нас. Весна наступает, идет талая. Вот сейчас я вам покажу. У нас талая грязная вода. Воду, видите, для питья покупаем специально. Теперь, вот, чтобы помыть мне посуду, мне набираю воду. Покажите воду, какая идет. Грязная. Наступает у нас июнь месяц. Спашины воды нету. Вот посмотрите, какая идет вода. Мусор, все, там грязь. Как стираться? Стираться вообще проблема. Тальчиковская система, 21 век. Почему у всех есть нашу улицу? Постоянно обходят. Жители тут не молчат о проблеме. Ежегодно пишут, приходят на встречи с акимами, выходят на коммунальщиков. У них появилась надежда после того, как на улице Карла Либнихта неподалеку от них заменили магистральный водопровод. Поэтому они схватились за бумагу, чтобы про них не забыли. Водопровода не будет и не ожидается, получается. Соответственно, я задал вопрос, а что нам делать вообще? Они сказали, ну, без проблем, ищите, получается, узлы, где можно подключиться и за свой счет. Это сколько вам придется тогда? Это, я не знаю, это надо быть миллионером, наверное. Миллионов, 14-15 где-то миллионов. Ну, в среднем где-то вот так вот. Ближайшие точки врезок на улице Авангарда. Люди говорят, что их просто отфутболили. Мы платим и налоги, и все как бы... Почему вот на той улице, на Карла Либнихта, они поменяли бесплатно, никто даже копейки не платил. Там был водопровод. Ну, там был. Ну, а то, что у нас нет водопровода, это что, мы как должны быть обделенные люди, сомневаясь, что наша улица без какого-то баланса числится. Это как бы просто надо, ну, как разобраться с этим. Два с половиной километра протяженность улицы Петрозаводская, говорят, в отделе КХ города. От 98 до 121 дома, а это 400 метров трассы, нет водопровода. По информации Караганды-Су, район на 70-80% охвачен водопроводным благом. Будет проведен анализ данного района с составлением общей картины, где отсутствует центральное водоснабжение. После проведенного анализа будет подано бюджетная заявка в профильный отдел экономики для выделения бюджетных средств по разработке проектно-смертной документации строительства водопроводных сетей в районе Берлин, где отсутствует центральное водоснабжение. В отделе коммунального хозяйства также прокомментировали ситуацию с асфальтом, да и с освещением, которого нет на улице. А участки, которые не сделаны, будут сделаны в 2024 году. Что касается линии наружного освещения, подана бюджетная заявка на 2024 год. При выделении бюджетных средств будем заходить на частные сектора, где есть социальные объекты. Это школы, детские сады и так далее. На Петрозаводской нет соцобъектов, но много учеников, которые в потьмах идут со школы. Что касается асфальта, то все же не стоит тратить бюджетные деньги, считает население, ведь первоочередная задача – водопровод.